В интернете было как раз, вот в ЖЖ было найдено сообщество Ру Метро И какой-то из постов этого сообщества, я честно уже даже не помню, это было очень давно Оно меня немножко зацепило и захотелось именно дать комментарии человека, который работает в метро и объяснить всю подноготку После этого был заведен блог и началось как-то писать Честно говоря, я очень удивился, когда у меня там началось пачками сыпаться подписки, друзья Я так на все это от монитора потихоньку отодвигался и думал, неужели это вообще кому-то может быть интересно Вот эта вот скучная, нудная, тяжелая работа, когда ты сидишь там 8 часов и смотришь вперед тоннеля И ждешь, когда там из-за поворот наконец появится станция, чтобы хоть что-то сделать Это ситуация, когда поезда работают абсолютно нормальной линией в рабочем режиме В общем, все это дело писалось, 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 что-то ругалось, что-то ссорилось Более года назад, там помнится, вот кто читает меня давно, знает, что я уходил из жижи У меня были большие проблемы на работе, я получал по мозгам, если честно, я и сейчас по мозгам получаю Правда, чуть больше, но это благодаря книге, это не страшно Ну, в общем, буквально год назад я абсолютно случайно, честно скажу, я даже не знал, что Олег меня читает Вот, серьезно, то есть вот у меня есть огромное количество френдов, но я просто физически не могу, как каждый себе хочет придумать ник по заковыристи Иногда эти ники читать, то есть просто вот по порядку прочитать все это, это вообще не реально И в итоге я натыкаюсь на Олега Кто меня знает, вот скажем так, в реале достаточно давно, не покривя душу, я скажу, что вообще Олег любимый мой писатель френдов По той одной причине, что я, как вот, прочитал первое издание выбраковки, которые меня благополучно зачитали Так же, как и второе, третье и четвертое, сейчас, кстати, пятое, которое ты мне лично подарил И вот вы представляете, что такое написать любимому писателю, даже вот просто в личные сообщения, ну вот человеку, который для тебя вот действительно любимый писатель Ну, в общем, дело было вечером, делать было нечего, было так немножко выпито темного Гиннесса Я сказал, а почему бы и нет, вот мне уже, вот в таком состоянии мне уже не страшно В общем, я ему написал по поводу, что, Олег, если будет идея, если будут вопросы по поводу метрополитена Я всегда проведу консультацию, всегда отвечу с превеликим удовольствием На что получил ответ, как я помню, списал в иронично жесткой манере Ну, в тот момент мне показалось это именно так, что вопрос заключался в том А почему бы, вопрос заключается не в том, чем ты мне можешь быть полезен Вопрос заключается в том, чем я могу быть тебе полезен У тебя огромное количество материала, давай с этим что-нибудь сделаем То, что я принял до покаталка, это ничего не сказать То есть это по квартире я минут 20 носился, как молодой козел Просто сшибая все на своем пути Я просто не ожидал, что мне, мало того, что мне ответят, на меня еще обратят внимание Вот с этого момента все и завернулось То есть мы писали, мы переписывали Вышли симбиоты Продолжалась работа Первый как раз вот завернули Второй мы встречались вот в кафе на Третьяковке Я честно скажу, я это повторю Я пил литрами кофе, потому что в тот момент, когда мы особенно первый раз встретились То есть, знаете, вот я легенда Вот я и легенда То есть вот в этот момент, я говорю, я пил литр мне кофе, латте с большим количеством сахара Это для меня было просто успокоительно Ну и в итоге, потом мы уже встречались еще раз, неоднократно Я до конца, честно скажу, я до конца не верил, что что-то получится, что выйдет Во всем этом проекте, как бы Олег не скромничал Огромнейшая заслуга именно Олега Потому что он взял мой блог, он взял текст И он из него сделал нормальную, читабельную, удобоваримую книгу И, скажем так, в принципе, когда книга вышла Самый большой страх, вот именно мой страх Это что скажут люди, которые работают в метро Которые видят всю ее подноготную То есть вот, ну вот что они могут сказать То есть где-то наврал, где-то накосячил Ты соврал, не так, не так И когда мне начинаются либо на почту, в личные звонки начинаются Что Макс, спасибо Хоть один человек написал правду про метро Как все это происходит Вот после этого я понял, что книга действительно удалась Но я еще раз подчеркну, что в этом именно очень большая заслуга Олега Потому что если бы не он Это по поводу тех вопросов А что делает фамилия Димова на обложке Если бы не он, этой книги бы ее вообще не было Она бы просто, она не вышла Она бы осталась именно на уровне блога На уровне того Лыдыбра, который у меня в ЖЖ То есть вот такие вот небольшие заметки Наверное, все И после такой речи он говорит Я стесняюсь, я боюсь, да? Как профессиональный спикер Просто Остапа понесло, его уже не остановили Ага